Если ехать, как он вообще в общих чертах? Есть ржавчинки по кузову, минимальные вздутия краски, ржавчины на ручках есть, по низам дверей присутствуют. Ну а по кузову вообще еще крепкие или там совсем все печально? Ну дырок нет. И интереснейшее объявление, ребят, появился Volkswagen Passat B4 1996 года всего лишь за 12 тысяч долларов. Как купил, так и продаю. Ничего я с машиной не делал. Все, что могу рассказать про машину, я все написал. Все показал. Если что-то больше надо вам узнать, то приедьте со своими мастерами, посмотрите. По Минску нам километров 340. Ну я понимаю. Брали ее тоже за такую сумму? Брал не за такую. В разах 4-5, наверное, дешевший. Да нет, не в 5 раз. По 12 тысяч там Passat очень много. Начинает с B4, заканчивая с B7. Всеми любимая, или уже не сильно любимая, Astra 98 года, это 1.8 бензин, 2499 долларов. Вот для понимания, как она выглядит, запискоструенная матовая передняя оптика, большое количество коррозии, потертости, матовый бампер, матовые крылья. Ну, в общем, действительно в плачевном состоянии. Стоит отметить, что может быть плюс только можно поставить по резине. Ну, она здесь действительно еще вроде как добротная и в неплохом состоянии. А в остальном, ну, прям живого места нету. Вот так это все выглядит. Как найти или купить хороший автомобиль? Компания The Best Auto поможет вам в этом вопросе. Мы занимаемся подбором авто в РБ и пригоном авто из США, Европы и Кореи. Имеем проверенных специалистов и всегда сможем посоветовать при выборе автомобиля. Наши компании лучшие специалисты в данной сфере, которые знают нюансы автомобилей разных марок и моделей. Автомобили, подобранные нашей компанией, всегда соответствуют требованиям клиентов. Компания The Best Auto. Для нас главное качество и ваше время. Господа, всем привет! Сейчас вы увидите достаточно интересное, на мой взгляд, видео. А именно мы посмотрим автомобили в самом низком ценовом сегменте. И мало того, автомобили в основном будем смотреть по объявлению. Сначала звоним, потом едем, смотрим, показываем вам. В основном все автомобили до 3000 долларов, которые сегодня мы будем смотреть. Всем приятного просмотра! БМВ, тройка, компакт, 36-ка, 96-го года, 1,8 бензин. Написано, что переваривалось, красилось, делалось, в общем, досмотренный автомобиль. Сейчас позволим уточнить. А вот, здравствуйте, по объявлению звоним по машинам. Тройку продаете БМВ? Добрый случай, да. А подскажите вообще, вот, еще, в общий счет, так, как она по технической части, по кузову, я понимаю, переваривали, красили, да? Ну, не знаю, как мы переварили, покрасили. Я понял. А если подъехать, посмотреть, то... Кстати, цену вроде я не озвучил. 2100 долларов. Ну, что можно сказать? Я сразу вижу, покрашено дерьмово, очень дерьмово. Ну, откровенно, да? Что думаешь, Костя? Ну, салон ушатанный, да, конечно. Салон на дыры пропержен. Ай, да, да. Ну, конечно, тут совсем-совсем все печально. Я не знаю, как камера передает, ребят. Порогов нет. Нету порогов? Порогов нет. Ой, да, там и по подвеске, я думаю, такое себе. Иди сюда, вот, с болезнью, как она отгнивает, у них подвеска. Тут, вот, вишь? Здесь, походу, она отгнила, да. Я вижу, отгнила, вишь? Да, болезнь. Ага. Именно тут, вот, здесь, вот, вишь, она отгнивает, вот, именно, покажи. Именно вот тут, вот, отгнивает. Ну, да, да. Я же вижу, она отгнивает. А, только в стороне. Ну, все равно, все равно, тоже отгнивает. А, по приколу, бахнет, уловщик. Все равно, тоже отгнивает. Ну, ребят, покрашен. Ну, опять же, видно, что гаражный, вон, видишь, даже шпаклевки, как выводили, так все, в рысках, все. Ну, в принципе. Лабаж треснут. Вот, самое страшное, это то, что у него по подвеске отгнили ланджером. Это самое страшное. Ну, понятное дело, это и стоило ожидать. Нет. Что оно ничего биться тут не будет, ребят. Ужас. Крепление задней подвески. Ну, тут, конечно, отгнило. Смотрите, уже стоит отметить. Да, я вижу, у меня такая машина выводили. Стоит уверен, да? Я в своей отдавал за вот эту переварку одной стороны подвески, вот этого именно крепления задней части. Отдавал 350 долларов за одну сторону на гаражах. Если на из того приехать, то цена будет. Там, да, там на руки, на самом деле, там, когда не к чему это все варить, там надо... Там всю подвеску заднюю снимать, ну, да. Вот такое. Все лупится. Кривоватая такая вся. Салон мертвый просто. Тут под резинками тоже совсем печально. Опять же, для понимания, просто часто пишут, говорят, вот, за 2000, хорошее. Ну, вот оно все плюс-минус. Вот по объявлениям, не в автокомиссионке, вот как оно выглядит. Ну что, Ford Galaxy первого поколения, 5 мест, 98 год. Цена 3950. Я уже представляю, что в таком бюджете косяков по автомобилю будет много. Так, 1,9 дизель, минивэн. 385 тысяч заявлен пробег. Передний привод бордовый, 90 лошадиных сил. Расход 6,8. Звоним? Алло, здравствуйте. По объявлению звоню. Машинку продаете еще? Да, добрый день. Да. А подскажите вообще, вот, как она по состоянию в общих чертах? Как по кузову, как по технической части? По технической части все хорошо. По кузову, по роде есть ржавчина на паров. На задней двери чуть-чуть ржавчины, потому что мы ее меняли где-то года полтора тому назад. Там было много ржавчины, но мы заменились где-то. Вот, а там немножечко, вот, ну, лучше в чертах, что еще сказать вам. Все работает, кроме Випаста Завлушина. А вот пробег 385 тысяч, оригинальный, неоригинальный? Ну, да, 7 лет ездим. Ну, то есть, в целом машина в нормальном состоянии. Машина на ходу, просто понимаете, сын попал тут с остаточным. Это сына машина. Ну, и вот надо продать. А так бы вы не продавали ее. Я понял. А где вы находитесь? Холодный запуск. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ребят что касается ford galaxy опять же нужно понимать что автомобиль продается за 3 900 грубо говоря с учетом торга может быть не самый худший вариант с условием что ну нужно переварить нужно покрасить нужно устранить какие-то дефекты то есть тоже надо понимать модель 2001 года 18 бензин 260 тысяч заявлено пробега у 21-летнего автомобиля ну как бы типа ездили меньше чем 10 тысяч нет ездили чуть больше десяти тысяч в год ну типа обширное описание семейный вариант авто машина обслужена так заправлялась всегда 95 бензином есть акт выполненных работ мелкие мелкие это вот описание мелкий не скрученный пробег у машины автомобиль находится в нашем автосалоне по адресу адрес говорить не будем приезжайте будем рады продемонстрировать вам авто и ответить на все ваши вопросы если ваш вопрос касается покупки автомобиля нажмите один нужна помощь продаже ваш здравствуйте подскажите подскажите мы просто не совсем с минска и съехать как он вообще в общих чертах есть ржавчинки по кузову минимальные вздутие краски ржавчины на ручках есть по низам дверей присутствует сколы царапины по бамперам притертости есть наверное кузовные основные моменты по технической части он заводится едет кулиса не разбита тоже двигатель ровно работает а пробег указано небольшой оригинального пробеги по доме переписываем только не факт что он еще оригинальный да ну а по кузову вообще еще крепкий или там совсем все печально и дырок нет а и она посмотреть в автосалон в любой момент можно приехать адрес тут утром до 9 до 7 подъезжайте машинки наличие а в кредит у вас какие-то проценты там чего-то уточнить или это уже на месте 20 процентов до 7 лет правда срочного погрешения заявку можно подать только по месту все понял спасибо до свидания спасибо всего доброго а буквально сегодня вел прямой эфир в тик токи и подписчик не сбросил интереснейшие объявления ребят появился volkswagen passat b4 96 года всего лишь за 12 тысяч долларов только вдумайтесь b4 passat за 12 тысяч долларов как вам что сейчас позвоним позвоним поинтересуемся алло добрый вечер добрый по объявцы звоню volkswagen passat b4 продаете вот подскажите расшил вам набрать убачу ценник 12 тысяч а он ну я ки в яком состоянии а вы где объявление в отеле на вы бай ну вот то что вы видите в том и состоянии машину 12 тысяч долларов хотите за его да да за эту машину 12 а он як в родной краски тия як там не могли про сказать трошки как купил так и продаю ничего с машиной не делал все сервис на книжке написано скольки владеете вот вот а если приехать посмотреть яки вообще хоть вообще сначала хотелось абы узнать я кену своими словами чтобы рассказали я кену подъедьте посмотрите машину по телефону не рассказываете вы если объявление внимательно прочитали я все написал все что все что могу рассказать про машина я все написал все показал если что-то больше надо вам узнать то приедьте со своими мастерами посмотреть а минску нам километров триста сорок но я понимаю и но поэтому же звоню чтоб уточнить хотите я вам расскажу историю машины можно зачем прежде чем я купил эту машину я поехал за 400 километров от минска забрал у человека эту машину съездил за 400 километров от минска чтобы купить эту машину не глядя не рассказывал увидел и сразу купил съездил за 400 километров но обычная кто люди рассказывают не только что спрашивайте я вам отвечу на вопрос ну я каких-то вложений она требует никаких сел поехал то состояние и идеал тихосмотр прошла два дня назад своим ходом если есть мелкие сколы там пару сколов и мелкие царапины которые убираются там полиролью ну или там подкрасить чуть-чуть но есть кое-где там мелочи вообще а так вот как и как она на фотографиях так она эта машина и выглядит набрали ее тоже за такую сумму балл не за такую разок 4 5 на на дешевше да нет ни в 5 раз машина своих денег стоит 12 тысяч дунганер если вы внимательно объявление там читайте аж думаю не первого машина уже смотрите по 12 тысяч там пассатов очень много начинает вы четвертого заканчивая по 7 цена 12 тысяч есть больше седьмой за 12 тысяч вы же звоните по 4 а вы занимаетесь автомобилем я свою машину продаю хочу поменять ладно будем думать всеми любимая или уже не сильно любимая astra а 98 года это 18 бензин 2499 долларов вот для понимания как она выглядит записка струйная матовая передняя оптика большое количество коррозии потертости матовый бампер матовые крылья ну в общем но действительно в плачевном состоянии стоит отметить что может быть плюс только можно поставить по резине но она здесь действительно еще вроде как добротно и в неплохом состоянии в остальном ну прям живого места нету даже передние крылья полностью все в коррозии несмотря на плохую освещенность все это посмотреть возможно по салону принципе по салону здесь меньше из того что есть обычный старый салон старого автомобиля ну и конечно же смотри арок нету подводить этими пластиковыми подкладками там он сыпется все смотрите и земля и ржавчина куски посыпались в старых нет порогов нету здесь можно видеть крыло все пошло вздутие по задней двери но опять же что и стоило ожидать по астрии 98 года здесь даже еще хуже посмотри как двери но это просто с баллоном замазывали запыляли знаю коррозия вот так это все выглядит ну на свету да вы 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 выгнать ее на улицу и это будет больно и печально посмотри как она спереди выглядит спереди прям вообще тотал тоже вот прям очень уныло очень уставшая классика жанра разбитое лобовое стекло по технике я думаю все вы понимаете что обычно если так уж от она выглядит спереди то по идее так и по технике должна быть господа если вам нравится такой формат жду вас для обсуждения под видео в описании пишите откуда какого формата вам интересно было бы увидеть следующее видео на этом все всем удачи всем пока